Аверлок Брайзер 3034D Аверлок пропускает, плохо тянет, ломает и волки Сейчас будем находить неисправности и будем потом их устранять Поднимаем игловодитель в верхнее положение Вот у нас шкив крутится Машинка крутится легко Крутить машинку нужно, если вот так вот стоит у нас Вот здесь есть стрелка Шкив крутится против часовой стрелки Поднимаем лапку Снимаем лапку Так, смотрим лапку Подпружинивает, все нормально Смотрите, как здесь проело нашу лапку Видите? И это все зубьями протерло Здесь вот на лапке разделительный усик На левую и правую иголку Его нет И здесь заусенница Значит, здесь нам нужно будет все убрать Заусенницу подточить Так, далее Открываем Берем ногтем вот так вот петлитель Так, здесь явная заусенница Ломала иголки, значит Иголка попала на этот петлитель Берем Открутим иголку Снимаю На верлок ставятся Такие же иголки, как на бытовые машинки С сточенной колбой И длина иголки такая же Как и для бытовых машин Так, иголка, видно, что Кривая Кривая иголка Значит, это нам уже не годится Так, второй проверяем винт Иголки здесь не было Но винт здесь на месте Вот этот ключик для иголок И вот он Вставляется вот сюда Есть направляющая И защелкивается вот так вот Очень удобно Снимаем игольную пластину Далее делаем осмотр Значит, что вот еще я вижу сразу же Смотрите, передние зубья Они стоят чуть выше, чем нижние зубья Ну, не очень понятно, для чего это так сделано Может быть, это для того сделано Что, смотрите, здесь выработка большая И вроде как бы компенсировали Выровняли зубья Не знаю даже, для чего так сделано Может, неправильно выставили Ну, попробуем Зубья пока трогать не будем Посмотрим, как будет тянуть Но тянет плохо Сказали Так Убираем наш Правый петлитель Снимаем Игольную пластину Отсюда Вот так вот Надо подвернуть Так, здесь у нас еще Стоит вот штифт Дополнительный Здесь проверяем Так, вот здесь вот Побито Побит Здесь заусенец Есть Это нужно все Убрать И заполировать Так Далее Снимаю Игольную пластину Игольная пластина Вот, смотрите Здесь одна иголка Вот стоит Хоть криво видно Что ее Клепали уже Заклепывали Но второй иголки нету Должна стоять еще Вторая вот такая Иголка Чтобы сюда Заходила иголка Иначе правая игла Будет у нас Делать пропуски Так Что еще Вот, смотрите Вижу здесь Очень много ударов Смотрите Вот удары От иголок А второе Вот здесь Вот видите Здесь лопнула Пластина Вот Лопнувшая Пластина Вот эта Перегородка От удара Иголки У нас Сломалась Это Очень плохо Ну, значит Мы попробуем Ее Вот здесь Подпилить Немного И Попробуем Подпаять Вот здесь Вот видно Отметины От иголок Видно, что Иголка Затиралась Вот Об эту Пластину Это Это Тоже Упор Для Иголки И Он Регулируется И Он Регулируется Вот здесь Вот Вот этот Винт Откручивается И Немного Сдвигается Так Ну Что Же Нужно Почистить Так Ну И Петлитель Как-то Люфтит Здорово Здесь Вот Тоже Удары На Ограничителе Вот Так Ну И Вот Смотрите Направляющая Она Совсем Откручена Здесь Совсем Не Держится Значит Это Все Нужно Тоже Брать Выставлять И Регулировать Совсем Здесь Разваливается Короче Я не знаю Как они Работали Но Факт Налицо Ом Ом Продолжение следует...